всем привет в моем городе произошел инцидент о котором сейчас везде турбят и с пермским стрелком мой город пермь и как не мне бы еще об этом поговорить конечно же мне многие об этом написали сокол делай ролик расскажи что там да как ты же в общем находишься в этом городе ты здесь больше всего всего знаешь всех и вообще что происходит можно сказать из первых уст конечно записываю этот ролик и сразу хочется сказать человек который все это сделал у меня есть и фото и имя его и фамилия конечно же я бы все это мог показать но это делать не буду потому что я считаю что подобные ублюдки они не должны получать ни грамма популярности вообще в принципе в принципе я бы конечно я сейчас попрошу всех блогеров кто будет мой ролик посмотрит и тоже решит тему как-то на своих ресурсах освещать не упоминать ни его имени ни фамилии не фотографию не показывать и также новости хорошо бы новостные наши порталы все наши новости телевизионные тоже перестали бы показывать таких ублюдков именно фотографии имена говорить их потому что что хотят такие твари в основном это конечно резкой популярности ну вот такое внимание к себе привлечь никакого внимания мы мы им давать не будем не имя их уйдет забвение никто не будет смотреть их фотографию конечно многие издания новостные они как стервятники не могут пересилить в себе вот это вот желание типа показать эксклюзив показать какие королавые кадры показать конечно же лицо вот смотрите вот он вот он этот злодей все смотрят а что проект по итогу по итогу ублюдок который все это делает он получает то чего желал давать ему то что он желает нельзя ни в коем случае поэтому я бы конечно бы стервятничать не рекомендовал бы никому и никому не прошу не показывать его имя и фамилию на вступление мы заканчиваем и начинаем вообще что что вообще случилось 24 человека подстрадали от стрельбы студент пришел с ружьем с дробовиком и устроил стрельбу в университете в пермском 24 человека пострадали 6 человек убита в общем власти убитым говорят что выплатить семьям по миллиону раненым по полмиллиона а пострадать получившим травмы по 100 тысяч ну типа такая вот реакция властей нам самое главное сейчас нужно узнать вообще да что ну вы хотите узнать что вообще произошло почему это произошло вернее естественно страницу вконтакте этого ублюдка забанили и что вообще произошло человек пришел в школу начал в университет начал стрелять свои ужасные действия он посовершал энное время потом быстро в школу прибежал сейчас будете вообще смеяться дпс ник дпс ник вступил с ним в контакт ранил подстрелил этого ублюдка и ублюдка сначала были новости что он умер теперь самое главное он не умер и я этому безумно рад и сейчас вам скажу почему потому что читая его предсмертные вот эти вот но записки которые он публиковал в которых он рассказывал о своих мотивах а в которых он рассказывал о своей подготовке о своих внутренних каких-то терзания из всего этого можно сделать вывод что он якобы этот ублюдок который устроил стрельбу не хотел популярности ну как это он пытался подать что мне не нужна там все это глазка в сми вот мне самое главное забрать с собой побольше народу но при всем при этом сейчас я вам расскажу вообще из прочитанных скриншотов которые мне прислала знакомая моей девушки которые брат в этом университете естественно учащиеся в этом университете они первые у обо всем этом узнавали они первые во всем этом варились и первые зашли на его страницу пока ее не забанили после инцидента уже власти и прочитали его там предсмертные эти твыпердыши которые они там перед тем как он узнал что его будут убивать конечно же он не собирался сдаваться живым но я очень рад что он остался живым позже объясню почему сейчас о мотивах вообще и подготовки рассматривая подготовку которую этот ублюдок производил в плане того что получить оружие получить сейф лицензию там пройти психиатра это вообще сказка просто особенно как у нас в нашей стране все это возможно и еще самое интересное знаете что что у у этого ублюдка у него еще я знаете что боялся боялся то что сейчас вам расскажу увидев его фотку ублюдка длинные волосы ну как у меня такие же да больше всего что я боялся что сейчас когда начнется разбирательство всей этой теме выудят какие-то его вкусы музыкальные предпочтения или и начнется вот он слушал хэви металл например и сейчас давайте эту музыку гнобить или он играл в компьютерные игры и давайте и вот компьютерные игры его на это натолкнули нет бездушное окружение вокруг там не может быть родительская какая-то холодно с ним не уделение ему внимания либо вообще его просто вот природная аномалия в голове когда человек рождается просто а социальным маньяком каким-то и там люби не люби вон все равно вот такой вот испорченный бракованный человеческий организм в чем здесь прикол а в том как он получил психовидит психологическое психическое подтверждение что он имеет возможность оружие у себя держать пользоваться оружием там охотничьи не охотничьи цели не важно в общем чел пришел психологу в двух словах вам объясняю что было чел пришел психологу ну с его слов с его скриновка да естественно сейчас у нас им будут все это отрицать там вообще такого не было но то что успели заскринить его странице пока она не была за блокирована я все это прочитал человек рассказывал как он это все прохали он пришел к обычному психологу тот его перенаправил после каких-то ну банальных вопросов курите пьете там наркотики употребляете отправил его платному психологу он пришел платному психологу платный психолог тоже самое спрашивал эти дурацкие нелепые вопросы и самое смешное знаете что психолог сказал ему что он должен пройти тест сказал ему в чем этот тест заключаться будет название теста и назначили встречу через пару дней через пару дней отлично человек знает примерно название текста название теста и все эти два дня там два-три дня который он должен снова посетить этого психолога пройти этот тест он этот тест находит в интернете и давайте запретим интернет дача с власти начнут прекрасно мне очень кажется начнется какая-то срань просто лютая он нашел этот тест в интернете и проходил его все эти дни несколько раз просто по кругу чтобы потом уже понятно что сам бы он не прошел потому что он шиз а тут он нашел тест он нашел ответы как нужно отвечать на те или иные вопросы чтобы тебя посчитали нормальными и он все это дело расчетливость и хладнокровие у него в этом плане присутствовали то есть он не был каким-то знаете со слюной там который 2 плюс 2 запомнить не может нет он всех четненько хорошо запоминал хорошо соображал очка работает потому что он писал что об и был момент когда он писал о том что его семья там не виновата никто бы ничего не смог сделать потому что он обманул бы любого психолога ну то есть он сам этими словами подтверждает что в этом плане он не какой-то неполноценный в плане рассудительности и планирования чего-то у него здесь все хорошо происходит у него отклонение в другом приходит он после этих тестов и спокойненько сдает этот тест получает разрешение на все все у человека все прекрасно понимаете объясните мне как можно врачу психологу которые проводят подобные тесты вообще говорить пациент что с ним будут делать любой маньяк просто сейчас может взять и подготовиться к этому и вот я говорю вот когда такие вот дыры в нашем нашей системе в нашей стране во всех вот учреждениях госучреждениях или неважно там учеба это или медицинская часть или сотрудники полиции неважно у нас во всем просто дичайшие жуткие дыры как прогнило все просто насквозь не заметить и не вычленить человека который реально ну просто стоит и всю жизнь мечтает об убийство об этом он тоже написал в своих записочках ублюдок это не вычленить это человека это нужно просто на все быть настолько насрать денежку платят денежку получил все мне ничего больше не надо пришел а где-то еще может быть справочку и выпишут и так в какой-то момент вообще ничего не надо делать так вот в общем все он получил все это сделал спокойно выходил и в этом в амуниции видели в коем амуниции как фашист каска фашистская берцы вот это вся черная форма войнизированная видно что чел ну прям он не то что бросается в глаза он прям слепит эти глаза если на улице такого увидеть это все сразу здесь какая-то маска закрывает трусливое чмо который еще закрывал свое лицо потому что фотографию видел настоящее чмо садистское чмо которое выглядит как лошпек но при этом злой и озлобленный на весь мир лошпек такой вот знаете которого все время все шпыняли где-то он ни с кем не находил общий язык да всех ненавидел весь мир а потом трешился на такое и знаете кто его остановил кто его застрелил пришедший дпсник ну это кто не в курсе на год на дорогах стоят и с автомобилями и водителями взаимодействует ну хорошо ладно случилось такое и о мотивах что вообще человеком двигало человек писал свои пресмертных какашках что он с детства не не могу скрывать говорит хочу с вами раскрыть тайну говорит что с детства любил причинять боль любил причинять боль и все эти годы со школы он мечтал это сделать то есть он все жил с этой мыслью чтобы расстрелять людей представляете сколько лет там нет никаких то уточнений почему он таким стал он просто говорит что ему нравилось такое делать причинять людям боль потому что сейчас я вам скажу то что как раз говорит о том что скорее всего это не совсем генетический какой-то урод который полностью как про него писали не что человек полностью не склонен к эмпатии ну типа вот такой родился от природы да он и и от всех убил и типа вот не склонен к эмпатии они понимают что такое хорошо что такое плохо что такое добро зло все все этот человек понимает я вам скажу почему потому что он пишет что эмоции людей во время страха или боли они самые искренние ну типа они вот искренне все остальное это вот все вот лицемерное вокруг вот это вот непонятное какое-то жуть с кем человек не может никогда ну пишет что не может понять других людей не может понять их эмоции а вот эмоции страха и боли ему понятны и это как раз говорит о том что в этот самый момент он чувствует себя не отделенным от общества а единым с обществом такой извращенной конечно форме но почему до этого дошло мы сейчас будем рассуждать представляете то есть если человеку просто было бы интересны людские страдания неважно какие то в конце своих вот этих ум странных умозаключений когда он описывал свою подготовку и то что будет делать и разведку на территории производил в конце еще один самый главный показатель кроме вот эмоций и настоящих искренних эмоций людей искренние эмоции людей по это ему ценно понимаете не важно что это страх и боль самое главное что это искренние эмоции людей значит люди которые были вокруг него все это время всю его жизнь жизнь казались ему не искренними и он не мог найти себя в этом обществе потому что ну не знаю замкнут и не замкнут в общем но так складывается иногда что кто-то бывает отчипенцем в школе в садике в классе это вот это вот одиночество но продолжается из раза в раз и человека накапливается злость на всех потому что весь окружающий мир его он как вместе находится он как бы один от него а вот когда он кого-то бьет причиняет боль там запугивает кого-то он видит у человека страх и у него как бы вот этот контакт и он уже как бы с этим человеком человек нему испытывает искренние эмоции не важно что это страх и боль понимаете какая мысль вот и это говорит что это не просто маня которому нужно только вот эти вот садистские удовлетворения типа вижу кровь там типа хорошо как типа не с 99 процентами я могу заявить что как доморощенный психолог что это явление контакта с миром которое гораздо разом происходило неудачно у него и вот он так озлобился потому что второе еще самый главный момент в конце когда он уже понял где будет убивать людей он пришел в это место в университет он же там сколько-то ходил учился в этом в этом месте самое главное что он написал о том что несколько человек с которыми он вообще успел пообщаться до момента когда он решил все это совершить он написал о том что несколько человек показались ему достойными людьми и когда он начнет всех убивать если они ему встретятся на пути слушайте меня внимательно он даст им уйти нет это уже не тот маньяк генетически что типа вот эмпатии у него просто нет и вот он такой он будет убивать всех он бы убивал тогда всех но тут он четко показывает в первый раз про боли страх про эмоции искренне который говорил и сейчас когда он говорит я пообщался с людьми они показались достойными и он даст им уйти это говорит о том что он пообщавшись с людьми получил от них некую дружелюбное отношение какое-то или еще что-то и сразу вычеркнул из их из озлобленного блюдского мира который он ненавидит он писал что он кипит от гнева он слышит звон в голове его все это дело переполняет он словно смотрит на себя третьего лица вот такие вещи он писал что типа он не может набраться сил потому что спит и и не чувствует когда просыпается что силы восстановлены в общем жил все эти годы мечтая ото всех этих зверствах все это время и при всем при этом человеку пишет такие вещи так что это значит это значит что общество вокруг него было подобным подобным нехорошим скопищем либо людей которые его травили либо которые с ним просто надменно с ним общались кто-то шутил над ним родители может быть игнорировали может просто хороший культурный потому что действительно пообщавшись в его в доме с консьержем выяснилось что характеристику его мать и матери положительная она помогает она культурная то есть это не какая-то опять же зашоренная семья где там человек жил в плохих условиях нет нормально хорошая семья но при всем при этом такой вот момент когда всем пофиг на человека никто этого не видит я соответственно не оправдываю вообще ни разу я как уже и сказал называю его весь ролик ублюдком и ублюдок он и чмо он и есть такой нисколько я мне оправдываю но при всем при этом я сейчас здесь вами разбираю почему так все это произошло так вот друзья мои кто меня смотрит от мало до велико школьники неважно студенты на работе коллектив у нас везде есть коллектив в котором складываются определенные отношения в котором есть всегда лидеры аутсайдеры так вот даже к аутсайдером даже к людям которые не вливаются там типа этого парня хотят видеть все хлопают ему по плечам даже если он не в таком статусе если он даже в самом низком статусе общайтесь с ним доброжелательно с любым человеком и культурно не нужно человека травить не нужно человеком надсмехаться потому что большая вероятность есть что ублюдок поедет кукухой наполовину оставшись рассудительным и стратегом планировать умеющим все это планировать но потом придет вас стрелять так вот следующий раз вот сколько мы раз видели этих фильмов когда люди набирали какие-то сверхспособности обычно всегда это был самый забитый и лошпековский человек в школе да его там злодей унижал а потом он пришел там и за все свои обиды всем надавал суперменом конечно не стал но ружичка купить в нашей системе нашем государстве человеку получилось не так плохо что у человека есть оружие а плохо то как наше государство выдает это оружие как она проверяет человека у которого все нормально ли в голове вот этот самый большой вопрос друзья мои поэтому момент когда человек говорит что я не хочу никакой известности при всем при этом он постит пред этим действием своим когда он пошел там всех стрелять он постит в тик токе у меня немножко от эмоции сегодня сбивчивая речь прошу прощения за это в тик токе в контакте и не знаю еще какие-то у него ресурс везде он постил о том что вот сейчас он будет там слово бойся были обо мне узнает весь мир и потом он пишет тут же там типа мне не важно типа все это известность я все равно там скоро уже ну типа сдохну там меня там застрелят понятно что там но я заберу с собой больше людей так вот не сдох не сдох и за то что ты не сдох я очень рад потому что ты блюдок должен за свои злодеяния ответить да мир может быть отнесся к тебе не очень хорошо скажу тоже меня в школу в школе травили и хулиганы были которые мне до слез доводили тоже и школа была достаточно тяжелое время но я взял себя в руки я начал посредством мозговой активности менять самого себя внутри взрослел себе стержень после чего я стал очень уверенным в себе человеком которые способны на улице вступить в битву с кем-то и меня уже не запугать до слез не довести но раньше школа была это достаточно жесткое времечко было армия с дедовщиной все это прям я прошу я не не сыром в масле катался у меня родители обычная обычная семья которая не богатая то есть у меня не было ничего я тоже хлебнул нормально но они пошел мстить всему миру за эту херню а ты раз ты так хотел умереть после того что натворил и то что сейчас ты стабильном состоянии пусть и в тяжелом я очень надеюсь что этот человек выкарабкается и всю свою оставшуюся жизнь провешу проведет в коллективе который дальше будет его ненавидеть карма в действии и либо в пруследующей жизни карма тебя накажет либо прямо сейчас если ты все-таки выживешь я очень надеюсь что ты будешь всю жизнь пожизненно сидеть либо в психушке либо в тюрьме потому что какое зло бы тебе не причинили ты не имеешь права поганая тварь ходить и убивать невинных людей вот такие новости перим снова опять на на всех заголовках еще раз прошу всех блогеров пожалуйста не давайте этому ублюдку то чем он хотел популярности вот этой чтобы его заметили чтобы как-то мир обратил на него внимание пожалуйста не упоминайте его имя фамилию и фотографию его не показывайте потому что кто хочет тот найдет но лучше не нужно пусть он остается в забвении и страдании и в мучениях кстати забыл до конца добавить что говоря с учить с учениками как с которыми он учился в школе рассказали несколько людей истории которые в девятом классе произошло два инцидента первый инцидент это о том что на химии предмете который он любил учительница поставила ему двойку и он с матом выбежал и сказал что цитирую вас все ждет конец потом чуть позже кто-то из соседних классов написал что класс в котором учится этот ублюдок они все лохи он каким-то образом нашел этих людей вычислил стал с ними драться рассказывают его соученики его там отмудохали и после этого он громогласно объявил что всех их расстреляет плюсом он на уроках истории поддерживал гитлера и лагеря освенцы ну как бы крышечка поехала у человека но не совсем не совсем эмпатии у человека осталось эмоцию человека осталось все эти перечисленные события сегодня говорит о том что эмоции у человека человеческие остались просто не стали жесткими жуткими кровавыми и страшными что сейчас будет с этим делать наша действительность я боюсь что будет ничего хорошего из этого не будет в школах уже начинают садить росгвардейцев а самое что нужно в первую очередь устранить это конечно вот эту вот недостойную жизнь наших граждан когда не нужна будет коррупция которая допускает всякие справки выдаваемые людям которым нельзя это выдавать или безалаберное отношение к своей деятельности как у этого психолога который оповестил ублюдка о том какой тест его ждет из 500 вопросов и этот он его нашел и все это сделал вот когда у человека будет достойная жизнь достойная зарплата достойное жилье все вот это будет достойная как в странах где государство заботится о человека а не как у нас тогда у нас и не будут случаться таких вещей ну или по крайней мере будут случаться они редко потому что такие вещи будут происходить когда это действительно генетически рожденный вот маньяк который не чувствует эмпатии никому то есть нельзя так что человек с ним пообщался где-то по-доброму и он такой потом ну вот я его не буду убивать потому что он нормальный типа ко мне отнес а нет он будет убивать всех этот маньяк такие люди маленькие процентик бракованных людей они рождаются такими и среда на это вообще никак не влияет он просто с детства вот такой здесь совершенно другое другая ситуация и я чувствую что сейчас начнется вместо того чтобы вот это все искоренить сделать достойную жизнь и не надо садить никуда росгвардейцев бы было а просто правильно четко сделать свою работу жильцу который видел когда этот ублюдок выходил с в этой каске во всей муниции с сумкой увешаны какой каким-то дерьмом военизированным с карабинами с какими-то он сосед его написал что он или консьерж там не помню уже точно в его вечер когда он выходил и садился в такси он испугался его внешнего вида потому что ну вот вы видели на моей превьюхе там просто в каске в этой выходил весь в берцах человек позвонить в полицию бы не побоялся потому что полиция что он на что хватает у нас полиции прекрасно разгоняют митинги до оппозиции но когда человек видит полицейского у нас уже дошло до такого что у меня тоже такое есть что мне уже становится неприятно я перехожу на другую сторону хотя это не преступники какие-то а стражи правопорядка да но вот наша власть сделала такие условия жизни такие решения применяем принимают что у многих людей при виде полиции уже возникает страх негатив и естественно человек подумает да нафиг мне все это надо одни проблемы будут поэтому мне чтобы позвонить сказать ребята у меня тут сосед вышел что-то по-моему не ладно он одет как будто на военные действия куда-то поехал в горячую точку просто писец давайте проверим куда он чего поехал связали с таксистом тут же бах бах нашли все привет человек не позвонил психиатр выдал справку в общем там такая череда событий в общем все это дело ужасно трагично соболезнования всем кто погиб всем кто ранен а ублюдок пусть мучается вечно в психушке или в тюрьме с вами был сокол истин магда пребудет с вами сила а